Ну что же, дорогие друзья, всем еще раз здравствуйте. Мы возвращаемся на заключительное Best of 3 на сегодня. Forza против команды Budapest 5. Ну и мы узнаем, кто же выйдет в стадию плей-офф со второго места в этой группе. И на ваших экранах лица участников сегодняшнего этого матча. Ты что такой шустрый групп? Почему? Нормально все, все нормально. Вот, собственно говоря, дорогие друзья, именно эти лица и будут сейчас отстаивать честь своей команды на карте The Nuke. Это первая карта. И это выбор команды Budapest 5. Своей картой же Forza выбрали Inferno. Ну и The Decider, если мы с вами дойдем, это будет карта The Mirage. И все так же мы с Андреем Анишардом для вас эту встречу прокомментируем. Нам действительно так. Это БО-3 обещает быть очень интересным. Как минимум по мапулу. Ну, Нюк, Inferno, Mirage, Нюк, взяли себе Budapest 5, Forza, Inferno. За это Mirage, если потребуется, ты представляешь, да? Они отлетели в салат на Нике и берут его против Forza. Но тут за последние три месяца 50% винрейта 8 карт Budapest 5, 53% и 17 карт. Ну, команды Forza, соответственно. Ну что же, полетели Budapest в атаке, Forza в защите. И тут быстрый выход на рамп. Готовится от Ксипара первый минус уже. Вора говорит, пацаны, нужна хелпа. Слишком много степов под базой B. И Вора все-таки спрыгивает на дефолт. И, кстати, там один из игроков возвращается обратно на радио. И неплохо, на самом деле, прогрел Forza. И, в принципе, Torzi его переиграл. Но тут выход на двадцатку уже готовится. Torzi минус по Ксипауру. Си-25-4 превращается. Три в два уже, потому что Флит находит два минуса в ряд. Но и Вора попытается перестрелять калоро. И в этом он не преуспел. Нам стяточка под базу B. И бомба именно в этом направлении. 2 на 2 розыгрыш для Флита. Тут уже есть даблкил в раунде. Возможно, чуть больше соберет. И бомба идет прямо к нему. Лапы Флит! Бомберезобирает второго из окна не ожидает. Джерри открывал дверь. По всей видимости, про него инфа есть. И уход туда через ленты Джерри тут прогадал, к сожалению. Так, но Флит пока вообще никакой информации не имеет по своему сопернику. Может опасаться и девятки, может опасаться и винтов. Но Флит, посмотрим, насколько ты читаешь эту ситуацию. И тут Джерри должен понимать уже, что игрок. Команда Budapest 5 ушел именно на позицию хата. Киты есть. Киты есть. Можно реально попробовать на морозе задефузить бомбу. Он задефузит бомбу. Фарзе 1-0. Поздравляем, дорогие друзья. Довольно просто для Джерри. Ну и Флит просто этому не мог поверить. Да, он сделал последний минус. Все пять игроков Фарзов погибли. Но раунда за Фарзами. А коэффициенты от наших друзей париматча 1-45 на команду Форз. 2-62 на Budapest 5 или первой карты БВ-3 серии. Также не забывайте кликать по баннеру по трансляции. Переходить к нашим друзьям из париматча. Вот этот приятный бонус. Знакомиться с шикарнейшей лайфой и множеством событий, разнообразием коэффициентов. Ну а Фарзам остается лишь только пожелать удачи. И если говорить только ТТ ориентирование на карте Нюк, то Форз это 50 на 50, а вот у венгров возвращаемся. К тому же 56% в атаке. Так, несмотря на то, что Budapest раунд проиграли, но вот это излюбленная тема многих аналитиков. Говорить о том, что в раунду вроде проиграли, а девайсы, посмотри, девайсы даже в атаке лучше, чем у защиты. Ну вот первый погиб. Погибает Кси Пауэр со скаутом на улице. И тут три игрока за красным готовы забирать Джерри. Но Джерри не лыком шит и дает ответный фраг по калору. Ну и пока ситуация равная 4 в 4. Действительно так. И что здесь у нас? Есть ли вариант как-то открыться дальше под секрет? Возможно, да, промутиться под Б есть опция. Тем более, что 4 на 4 надо бы подальше. Но вектора защиты. Ну и стяжка под Б будет ли для кого-то еще с сюрпризом все-таки. Там только Фрид, по-моему, на рампе, а так-то все. Остальные куда? Ну смотрим. Не знаю, заметил ты или нет, но у Кори новый скин агента с нового ящика тоже. Пока не запрещенный. Пока. Посмотрим, что будет в перспективе. Но пока здесь Будапешт медленно, но верно, продвигается под точку Б. Ну и на рампе. Есть один из игроков команды Форза. 4 в 4. Ну, по хп, конечно, очень знатно просил Торзи. Но в это время погибает Джерри. Флиф находит по нему. Минус Флит. Два минуса в ряд и бомба падает. А вот теперь проблемы у команды Будапешт. Времени очень мало. Нужно находить как-то фраг по Флиту. Ну и здесь погибает Вора. И Флит. Да, триплкил уже в этом раунде. Ну, времени уже нет. В любом случае у Кори здесь можно просто сейвить свой калаш. И второй армор из гранаты уходить на следующий раунд. Но это 2-0 за Форзами. Хотя начало было не совсем многообещающим. Потому что Богдан, Ксепауэр погиб на улице. И вроде казалось бы, без него уже будет прям супербольшая тягость. Но Флит сделал этот раунд возможным для Форзов. Флит, наверное, главная фишка. Главная стабильность в любой непонятной ситуации. У ребят из команды Форз, в частности. Без него было бы в разы сложнее. Но с другой стороны. Одним Флитом выиграть катки все равно не получится. Закидка аутсайда. Посыпалась картинка. Надеюсь, что такого мы не увидим. Там под Аплент уже рвутся. Раист Кори погибает. И, собственно, ворлл. Каким образом он вообще вышел здесь? Непонятно. 6хп. Это номер его в команде. Форстер взрывает. Форстер просто выходит. И зарычал просто. Это эйс в раунде. Прикольная инфографика. На самом деле появляется у нас права от никнейма. Лево, слева появится в случае, если кто-то сделает этот у команды. Так у Форрестера появилась. Графика о том, что это действительно эйс Теперь гораздо сложнее этот момент упустить Ну, 3-0, фарзы начинают очень круто Карту нюк, это, кстати, одна из самых Классных карт у фарзов, по крайней мере, в старом составе В этом же составе Нюк, по-моему, еще не игрался Поэтому будет интересно Посмотреть, к чему готовы парни Карта тяжелая, карта структурная Карта трехъярусная Поэтому здесь нужно смотреть, что будет дальше От вора есть первый минус и закрывается Мпехикори, плюс 600 долларов Выход на рампу и флита просто не почувствовали На 20 Да, но по разменам все равно Атака в плюсе, так или иначе Заход под акву и, соответственно, Б-сайт под контролем, буду пишет 5 до поры До времени Джерри скрывает опять же Аку с разменом от кулю Отрабатывает, но вора здесь, к сожалению Не смог довести дело до победного Конца, Форестер открывается Снова на своеобразный Дабл пик атаки И вот в конце-то концов ксев соло Ну, дядь Богдан умеет, конечно, разваливать Но позиции неприятные, если честно Да, ну посмотрим Возможно, еще здесь Будапешт и передумает Хотя зачем куда-то уходить С занятого планета, честно говоря Не совсем понятно Здесь надо просто проверить все нычки, все углы И потом уже ставить бомбу Но то, что игрок сверху находится Это, конечно, для Богдана Будет, наверное, самым неприятным моментом Ну что же, Будапешт и готовы к установке бомбы Они ждут еще, вероятно, девятого номера Это флиф И флиф придет откуда у нас С рампы Окей Ну, втроем Но вот если ксев пау разыгрывает этого игрока Уже будет немножко проще И вот по выпаду флифа Можно было понять, что, скорее всего, это выход под базу B Попытка поставить бомбу С прикрытием все хорошо Вправо уходить нельзя Кулио стоять Не дергаться Все под контролем Ксев, в свою очередь, должен понимать Что не просто так Человек не выходит из реактора Значит, кто-то ему кто-то смотрит Но тоже прочитать не удалось И с почином венгры забирают первый раунд Ну, по экономике, в принципе, все неплохо Форестер дропнет, наверное, АВП Ксепауру Как мне кажется, да, все, АВП полетел И будет полная закупка Но, по-моему, только будет МПХ еще у кого-то Да, МПХ у Форестера в этом раунде Ну, пожертвовал своим комфортом Ради комфорта мейн-снайпера Ой, порезали еще А тем более опорнику на рампах Это вообще неприятно То есть, ну, у тебя и так каждое ХП на счету Тебя еще и на 30 порезали Ладно Посмотрим, сыграет ли это свою роль в этом раунде Вскоре под флешечку сразу же идет пикать мейн И Джерри довольно просто с ним справляется Ну, это слишком была опасная ситуация для него Выход через ХП Да, с разминами Вору Что-то как удалось один фраг найти Ворок красавчик, два кила на заходе Но опять же, два на два И вот мобильник все забирает бомб Кэрри Падает винты Делают вид, что падает винты И об этом Кулю будет размышлять еще очень-очень долго Ай-яй-яй, Экси Павар читает своего последнего оппонента 4-1 и снова экономическая яма Хотя, на самом деле, у двух игроков хватает на галаши Можно докупить Галилы Почему нет? Команда Будапешт 5 реально может выйти на бай в этом раунде Но, с другой стороны, лучше бай 2000 какой-нибудь Непосредственно яма, друзья, на наших с вами экранах И коэффициенты Вот при матче тоже выглядит очень интересно 1.25 на Форс 3.75 на Будапешт 5 Первая карта Бо-3 Ну, вот Забавно видеть такие цифры Хотя счет только лишь 4-1 Но, с другой стороны, сейчас у Будапешт 5 Предлагается эко-бай с пистолетами и арморами Ну и посмотри, что в руках у Вора Сейчас будет просто жесть какая-то Судя по всему Будет жара Будет жар и будет Вора Ну и здесь Форс, кстати, на размене Но все равно размен раны 3-3 И в такой ситуации, когда у соперника девайсов не было Могло бы действительно плохо их все кончиться Ну, все-таки, благо, последний остается Флиф Но, на самом деле, он тоже представляет огромную опасность Но Кси Пауэр с ним расправился довольно просто Такие дела Ну и, собственно, Форзы Возвращают нам Пока плюс-минус Дефолтный расклад Да, на Нике Защита доминирует Вот это вот все Ну, а там погляди Опять калаши со стороны Атак никакой снайперской винтовки Все почистую В защите Ауку Флита Навик для Аксея И три шумных кальта Все на своих местах Разве что карната где-то может быть маловато Ну и в целом экономика защиты Это довольно спорный вопрос Да, ребят, тут немножко опаздывает скиллфитом Поэтому Приносится извинения Но техническая сторона Не от нас зависит Ладно, вором готов принимать выпорю своего оппонента Ой, попал в голову Кори Но тот живет Кори даблкил при этом в итоге делает На размен присутствует Флиф погиб Но, опять же Три в четыре ситуация Ретейкнуть это будет довольно проблематично Торзе минус по Джерри Еще вот уже и два в четыре И два в три к Сипауру находит фраг по Кори Который был бит изначально Ну и под флешечку Возможно к Сипауру сейчас попытается как-то распикать Хороший молот в дефолте Можно попытаться игрока в дефолте закрыть Флиф как раз таки его и убивает Есть информация по кулю, что он ушел в скрип И вот нужно еще найти информацию по второму А там идет Евгений Лебедев Закрывать первого И последний игрок на мейне И ты смотри, что делает флиф Посмотри, сейчас представь, как залетит Представь, залетит Он знает, что инфата есть Ну понимаешь, инфа теперь есть и предновой, и про второго В этом вся проблема Экономика крашится у защиты И знаешь ли, они походу будут делать форс 1400, 1500, 1400 Это не что-то Не деньги Да, и тут кси-пауэра на самом деле даже на АВП не хватает Без армора, 50 долларов Пацаны, скиньте полтинник Кто-нибудь Ну ладно, давайте смотреть 3 дегла, эмка для флита Для кси-пауэра это скаут Ну и по первому таймингу Идет на улицу чекать У нас товарищ По номерам 0 и получает по себе неприятный урон Это был колор Но здесь опять же Девайсы далеко не у всех Первосортные у команды Будапешт 5 Это 3 мак-10, калаш и АВП То есть против такой Убая Действительно можно драться и браться за раунд Но пока тишина Там со скалы аутсайд прочекивая В целом сетап обороны Это два в районе секрета Один на рампу смещается Также с Хэлона спускается С аутсайдом Всем И подав соло будет форестер с деглом А у него открывается дверь И город засыпает, как мне кажется Ну да Ну во-первых, как мне кажется Дверь, ну по-хорошему было бы взорвать В начале раунда Но Будапешт и все-таки от этой затеи отказались Ну и что, полетела раскидка Форестер, давай, жги, братик И встает причем за дверь в упор Его начинают простреливать И его довольно просто закрывает куле Но Джерри в это время нашел минус по калору Но мейн закрыт с маками Девятка закрыта с маками И выйти в ретейк в такой ситуации моментально В размен было невозможно Очень битый Торзи Это тоже надо брать в учет И здесь Кси Пауэр будет против него драться Но опять же на пристройке еще и Флиф И Флиф Находится минус по Кси Пауэр Но это сейв Сейв от форзов И третий раунд уже для венгров А это разгон за атаку Который крайне не рекомендовано отдавать форзам И вот не удается, знаешь, совладать с такими вот решениями Учитывая, что они сейчас закупались Снова выходят на подсейв деглов с арморами и кальта Следующий у них как минимум еще эко И только лишь скопли счета 5-4 Ребята будут продолжать как-то Сделал все-таки разыгрывать Да, ну подсейвили дегл, подсейвили эмку для флита Будет экономический раунд Ну и Кси Пауэр в следующем раунде выйдет СВП Но что-то мне подсказывает, что даже с таким сетапом Форзы, мне кажется, навяжут бой В этом раунде Раунд номер 9 прямо сейчас Ну и там все так же 2 Мак-10 2 Калаша плюс снайперская винтовка для Торзи Торзи, наверное, все-таки самый стабильный игрок В рамках этого состава Венгерского Ну и посмотрим, неужели это быстрый выход на рампу Да, и там у Вора будут огромные проблемы И у Хорестера, и у Вора, да Они моментально погибают 2 фармилки отработали Свои деньги, больше того, заработали Сверху, плюс 600, плюс 600 Ну и Второй раунд подряд эти фармилки наводят ужас На команду Хорестера Кси Пауэр погибает Ну и последний, собственно, Флис с Жерри Ну вот Флид, конечно, еще было бы уйти на сейв неплохо Чтобы не закупаться в следующем раунде Ну и вот он вот, подсейвик, подсейвик, который превращается во что Правильно погибель в плитам Ну а дальше еще и Джерри тут страдает Ай-яй-яй-яй-яй Учитывая, что это пик именно венгров, да Я уже задавался, ну как против поляков Чуть ли не в салат, а тут бац И снова к собственным пикам Видно, что против поляков не пошло Вот тут совсем другая история Ну давайте смотреть 4 АМ-ки снайперская винтовка У гранат, точнее у Хорестера Гранат, к сожалению, нет Первые арморды и АВП Это все, что у него имеется на этот раунд Ну в принципе Он АВП уже реализовал Минус флиф Опасное звено команда Будапешт 5 Выключил Богдан Черненко Ну и дальше Хотелось бы еще где-то фраг найти Ну мы сами видим, что из-под скалы уходит Калор В сторону Териспы И соответственно обратно, наверное, через лобби Будет разыгрывать ран с самими тиммейтами Торзис ВП контролит секрет Просматривает диагональ Ну и Джерри как раз на позиции Будет ждать Но слишком широко открылся Торзис его разменял Ну вот теперь опция открывает свою команду Будапешт 5 И на сплит под базу Б Флит нашел фраг размену от Кулио Ну и вора уже летит на всех парах Стараться что-то придумать Но вора погибает от Торзис Его ждался с АВП Ну и 2 в 3 Тяжело бы Однозначно Ну и что, мистер Форестер Он пытается опять же зацепиться за фраг по реактору мимо Ну и впоследствии выходит на сейв Неужели это будет форсейв, а не форс команда? Когда же это закончится? Ребята, вы уже дарите 5 раундов атаки Ну я, конечно, напоминаю, что по статистике Да, у Будапешт 5 доминирует именно Т-сайт Но Это не так просто Опять же мы сегодня с тобой видели, да? Защиту Команда Будапешт 5, да и атаку тоже видели против Слушай, ну это как айсбокс в одной игре Знаешь, сегодня атака играет, сегодня нет Ну ладно, здесь максимальный лос-бонус уже А, нет, 2 900 2 900 капает команде Форестер Но и еще, в принципе, можно один раунд проиграть Тогда будет 3 400 Тогда можно будет закупаться практически каждый раунд Ну и показывают нам инфографику И здесь пока вооружение команды Форестер на 11 тысяч А вот на 32 тысячи закупились суммарные игроки команды Будапешт 5 Именно настолько у них все хорошо Ну и смотрим за деньгами команды Будапешт 5 9 900 колор, 5000 флиф, кулиу 6 600, торозе 8 500 Ну и только кори 1950 долларов Ну, скажем так, полтора раунда сверху у Будапештов есть Даже 2, наверное, с учетом того, что им еще 1400 накинет Если вдруг раунд проиграют То есть там реально 2 раунда сверху хватает денег Парням на полный сетап по девайсам Ну а вот Форзам придется сейчас что-то думать Пошла ли на пользу эта пауза Ну и давайте смотреть Коллаж засевленный плюс АВП Ну и 3 кастомных пистолетов 5-7 и 2 дегла О, иксену Разве на серф Сегодня не заходил Надо будет узнать Заходил он сегодня на серф или нет А так-то Есть у нас ПКП Кори просевший до 6 Да и даже до 3 Что ж такое-то Право и лево Торзим Закрывает форестер Уже неприятно Плюс в целом фаза Приседает по хп А там ведь бпоинт Занят на секундочку А где бомба вообще А бомба уже установлена Бомба уже да Бомба уже все давно тикает И это сигнальная ракета для форзов Ну тяжеловато им здесь будет В любом случае Не, ну бэя выбивать В таких таймингов Никто не пойдет выбивать туда Никто не пойдет 4 в 3 Несмотря на то, что Да, преимущественно На стороне ребят Из команды форз Мы с вами прекрасно понимаем Что за бомбой Никто выдвигаться не будет Ой, какой же тайминг для кули Флиф минус по Аджерри Ксепауэр контролит выход На КТ Респу И там же флифы В принципе и находит Но флиф Второе вп унести К сожалению для себя Не сумел Ну и вот он Шестой раунд Тоже для команды Что-то типа того Ну и что А, говорят там вора Застопил По время дропа Ну, тем не менее Тем не менее Неприятно получилось С самого начала Почетать демэч Но вот сначала ножик Теперь вот Немножко человек Не долетает Творзан Явно не совсем Узачно дается Разыгрывать защиту Тем более Они уже дарят Шестерку сопернику Идет все Именно К неприятному раскладу Так, ну что Здесь вокруг До около лобби Команда БТП Что-то устроит свою атаку Быстрая раскидка Смаков на улицу И здесь уже Под секретом вдвое Ну вора Важнейшее звено Находит свой перминус Джерри также фраг по коре И будет ли размен от Кулио Кулио Дает минус Но при этом Сам просел знатно На 35 хп Ему оставил Игрок защиты Ну пока 4 в 3 Преимущество есть И вопрос в том Где будут находить Размен Судя по всему нигде Потому что Ксена Ходит фраг по фливу Ну и 2 в 4 Торзе плюс Кулио АВП и Райфл В паре попытаются отработать Ну и здесь Евгений Лебедев Опять же еще и смог откидывает А пойдет ли в этот смог Сейчас кто или нет Совсем непонятно Ну и по-моему По-моему Скоуп флит услышал И может в теории Зайти в спину К своему сопернику Но принимает решение Что через эти смоки И отдавать позицию рампов Но это абсолютно Бессмысленно И эгоистично Ну посмотрим Джерри будет за дефолтом На пристройке сверху Форестер Поэтому даже если Джерри будет погибать То размен Не заставит Как мне кажется Себя долго ждать Все видит на хате первого Не знает информацию по второму И то мы пошли по стрелу И это раунд 5 в 1 Хорошо Форзы Хорошо Очень важный раунд И важно Что сохранили 4 девайса Как вариант Как вариант Ну и что Получается 2-3 калаша ВП И вот в общем Четвертый Докупается Вроде как Отдают 1 раунд Из свежих Да И особо Форзы Вроде как Не закупаются Сверху 2 авика на нюке За защиту Гром Тынка болтает Ну хорошо Ну опять же Мы прекрасно понимаем Что Форзы И в первый день Играли каждый раунд 2 авика Когда были деньги На эти санарики Ну и здесь пока что Выключают 1 Авика Команда Будапешт 5 Минус все power Проход через улицу И вор отмечает Свой фраг В этом раунде Ну дальше посмотрим Выход под флита Флит Первый минус Второму в голову попал Но опять же Это эмка Которая Не дает Ой там еще и минус Джерри Боже мой Ну как же так Ребята 2 в 3 Меньшинство Ну в ретейк на самом деле Можно попробовать Почему бы и нет Но здесь Вора Из-за отсутствия опыта Наверное не чекал Эту позицию И седьмой раунд Опять же проигрывает Они все равно Будут закупаться Но экономика Там будет Очень-очень Несладкая Да и к тому же Ну что Будапешт Уже в принципе Выполнили задачу Там 6-7-8-9 Раундов за атаку Это круто Ребята Хорошо Идется розыгрыш Да Флит в дефолте Погибает Это уже 2 в 5 И ну с улицы Конечно Здесь фарзам Не дадут Ритм Че и Джерри Погибает Размен от Ксена Это АВП Скорее всего Отнимут У Богдана И следующий раунд Для Будапештов Ой-ой-ой Ксепар мог Шашлык повесить Но все-таки Кори выживает На 6 хп Окей 8-6 Последний раунд Первая половина Половина атаки За командой Из Венгрии Уже в любом случае Это хорошо Но посмотрим Что будет дальше Ну и как Ну и как В принципе Мы будем Рассматривать ситуацию По поводу Розыгрыша Последнего раунда Первой половины Вору с дробовичком Однажды мы уже видели В начале Да, этой карты Расклад Чем это закончилось На один минус Хватило не более Но может быть Сейчас несколько Иным образом Будет все дело Реализовано Но тем не менее Это так И мы уже Как минимум Видели победу В первой половине Поджимка рампы Под бэкси Я пришел на помощь Флиту Как глубоко Они зайдут Здесь тоже пока Непонятно Ну и Вот он Аркада Аркада радио В лобби Никого Только лишь В улдсайде Сконцентрировали Свой вектор Атаки Будапешт 5 Так Ну здесь Поджим на радио Пошел У флита Очень много Информации Правда Нет инфы По куле Ой Бомба дропается Кори падает Забирается калаш Но там На скрипе Сидит куле Предательски Закрывая флита 4 в 4 И вот Непонятно Теперь Ну была информация По бомбе Что бомбу Дропнули В районе Захода Под лобби Ближе к Тереспу И от этого Нужно отталкиваться То есть Есть контроль улицы Где играет сейчас Джерри Ну вот Джерри Ни в коем случае Погибать нельзя Он отходит И следом за ним Идет Торзи И вот если Торзи Джерри заберет Сейчас при проходе На секрет Это будет проблема И он его закрыл Причем просто В спину шел И Джерри Кстати шел Спиной К Тереспе Ну вот такой вот Неудачный тайминг Для игрока Команда Форза Ну и в итоге Здесь Принимается решение Какой выйти на 20 И сыграть через верх И выйти на Аплен Серьезно Далеко не самое Обычное решение И давайте посмотрим За его реализацию Да через девятку Выходит Форестер моментально дает информацию Пытается вор Что-то придумать Но придумал ничего Форестер Ненаспакулеву Но это 2 в 3 И там уже Один в 3 Последний кси Да 2 в 1 Приспрощение И Ну с ВП Тяжеловато Здесь будет Что-то придумать Слышит кси Игрока на 9 Ну и понимаешь Что второй играет В дефолте Ну и что мистер кси Нет никаких У него доказательств К сожалению И тут он тоже погибает Досада Досада Допешфальф Кстати уже Это зимние аватарки Видел? Да-да-да Вот так вот Новогоднее настроение Друзья Праздник к нам приходит Вот я сейчас тоже Когда придет кое-что Я пойду сразу же наряжать Нет человек Ты никуда не пойдешь Я сегодня украду твою елку И ты никуда не пойдешь Понял? Праздник заступится за меня И ты не украдешь Так я уже ее украл Ой Воришка получается Маленький анишка-воришка Ладно Давайте смотреть Дорогие друзья Дальше Вторая половина Ну и пистолетка Максимально важная Для форзов Ее конечно выиграть Необходимо Ксе-пауэр берет себе Дымфлешку Берет по 250 И без армора По понятным причинам О-о-о-о Все У Ксе одно хп И он погибает Флиф его все-таки дотыкал Ладно Размен будет какой-то Или нет пока непонятно Раунд только на стадии подготовки Я знаю что обидно Что Ксе в итоге Ни одного Ни одной граната Не откинул Ни дым Ни флешку По сути они просто Сейчас валяются на улице Бесхозные Ну-ка Что поделать Ну вот она атакам Под закидку Выпушит двери Попытка прорваться в винты Кори Ворор Сменами Хорошо Б-баз душит Но тут уже Торзи на выходе Забирает Джерри Ворор И остается лишь один Флит Ай-яй-яй Тут десятка прям маячит Уже у нас на радарах Дорогие друзья Но если конечно Евгений Лебедев Не разрядит свой По 250 И не заберет Четверых игроков Команды Кто сегодня Разряжал свой По 250 Плюс сейчас Жду Так но здесь Торзи уже Под секретом И Флит Вероятно Не ждет Мне ждет Здесь Торзи Поэтому Торзи Дорнад без проблем Делает этот фраг Да И забирает По 250 Трофейный Себе На руки 10-6 Неприятно Однозначно И вот непонятно Кстати стоит ли Форситься Наверное можно Немножко постоять Подумать О будущем Но покупаются Деглы С арморами И с маками Ну давайте Смотреть дальше Форс Бай от команды Форзы Деглы И Тек Все что есть На вооружении У форзов Но раунд за два Сейчас получается Для Будапешт Могут выйти Прямо сейчас На 12-6 И тем самым Упрочнив Свои позиции На карте Денюк Напомним Что это выбор Именно венгров А дальше Форзы будут Играть на Инферно Флить Смоково Радио Дальше Или пройдет Пока непонятно Причем с ребятами Они вполне себе Реально могут Задушить Кулеву Трампа Единственное Что не совсем Приятно Распакивается И вот Отходит сразу Назад Кулев Запускает Соперником В упор Но может быть И к лучшему Форзам Нужно будет Постараться Чтобы найти Его здесь Какое-то Время удается Так или иначе А там еще И color Приходит Как раз таки С короткого Пока тишина Проход Пацает Кулев Упорим Бацин Забирает Форз Размет Флита Хорошая работа Но дальше Минус от Кори Поджери Теряются В размене Также и Color Рофф Лит Хорош Хочу Поторзи 3 на 2 Ситуация Интересно Разыграет ли Здесь в итоге Форз Или нет Флешка Еще В тело Прилетает Нанося урон Окей Флиф Получает порцию Дэмэджа С пистолета Ну и тут Под флешки Можно и распикнуть Посмотрим Получится или нет Вора помогает Своему тиммейту Флиф на размене По флиту И есть информация Секси Пауэр Нужно попадать Богданчик Надо Надо попадать Но бомба Стоит таким образом Что вора Будет ее влезти до конца И вора Ставит точку В этом раунде И минус 2 в его исполнении 7-10 Важнейший форс раунд Берут форзы И теперь На их стороне Перевес В денежном эквиваленте Но давайте посмотрим Смогут ли они Реализовать его так же Хорошо как предыдущий раунд Потому что Будапешт 5 тоже будет Форсированная закупка И там деглы 5-7 И одна МПХ-9 Для Калора Ну реализация цифр Как минимум 2-2 На команду Форс 1-6-2 На Будапешт 5 В рамках первой карты БУ-3 От наших друзей С приматчем Забавная история Все еще флорит Им пока Выступают венгры Но вот Проиграв этот Форс Они-то На самом деле Дарят практически 9-10 счет И После этого Начнется все Сначала Но Опять же Никто не знает Чем это вернется Для тех и для других Но здесь активный Подпуш На хат В исполнении Кори и Калора И вот Первый из них Заспотали 28 хп Оставляет Кори А Размен Есть размен от флита Хорошо Но опять же Кори еще с 28 хп живет Но Тут Торзи погибает Кори дает свой минус Ай-яй-яй Здесь должны закрывать Кулио Минус по Кори И последний Остается с флиф С 5-7 И здесь Честно говоря Шансов на взятие раунда Немного Но Кто знает 5-7 Волшебный пистолет Но насколько он волшебный В руках этого молодого человека Ненасколько Вора Столкнулся с дверью И ему Оказалось Не очень удачно Стреляться спиной Но тем не менее Сейчас экономический Вероятно 10-9 Для форзов Очень важно Сейчас без особых потерь Разбираться Фармить экономику И там уже Как пойдет Но давайте смотреть Экономический Для Будапешт Это Соответственно Хороший шанс У форзов Зацепиться за девятку По идее Все должно быть Без проблем Но опять же Мы множество Рассановили Свидетелями таких раундов Что Юспы Просто переигрывают В ноль Да и неважно В ноль Не в ноль То есть оружейную Оружейный раунд Там не знаю Любой команды И любого сетапа Ну давайте смотреть Давайте смотреть Тут стак под базой Б Немного не угадывает Коллектив из Венгрии И в это время Флит уже говорит Что пацаны Но это пусто Это судя по всему Либо какой-то стак На рампе Либо же стак На б Либо секрет Все Четвертого варианта Не дано И спокойно будет ставиться Бомба И команда Форз без проблем Закрывает для себя Девятый раунд Но здесь на самом деле В авантюру лучше Флита не вписываться Какие-то дропы Вентиляции Ради фрага Они абсолютно здесь Бессмысленны Ну вот Пошел Джерри И за что его наказали Ну вот здесь Пошел ворот Окей Ну и в итоге Три фрага от него Мак-10 Рукокулеву Забирает калаш Тут же подспевает Еще и Кори Ну и последний Тоже погибает Ксепауэр Две потери Против фрага Ну ничего страшного Главное не потеряли раунд Была установлена бомба Все хорошо На стрики парни идут Деньги есть Все нормально 9-10 И минимальное преимущество У венгров Ладно Ладно Будем смотреть Будем надеяться Что все-таки фарзам Удастся Сейчас реабилитироваться Да Все еще Отстают в раунде По счету Да Сейчас первый Девайс Не сам Венгров В частности Нужна снайперская Винтовка Побыстрее Только к следующему Уже Закупу А пока Флит начинает С опуна Торзи В районе мэйна Отлетает Флит пошел Дальше Души Дам Закрывает Кулю Из-под хевена На мэйне Дабл пик Уже Толор По хп Переиграл С его оппонент Но Джерри Разменял Через смог И это 4 в 2 На мюнточку Очень крутое преимущество Ну и здесь Кори по понятным причинам Идет в поджим на хат Нужно где-то находить Размен И Форестер С Джерри Моментально Закрывают Поставшихся двух Игроков Коллектива Будапешт Файф И смотри На полном Оружейном раунде Форзы потеряли На одного игрока Меньше Чем на полном Экономическом Ну Опять же Да Это сухая статистика Которая под собой Не имеет никакой почвы Это просто Цифра Не более того 10-10 И вновь у команды Бадапешт Файф Бай полторы тысячи Который по сути Может доставить Неудобства Форзам Но если все будет сделано Грамотно С точки зрения Структуры Раунда И сетапа От команды Форз То будет 11-й Уже за коллективом И СНГ Из СНГ Плешение Ну что Форзы Пока на второй половине Выглядит гораздо лучше Нежели на первой Ну по цифрам Уже и при матче Начала более серьезно Верить в Форзов 1.55 на них И 2.35 Соответственно Будапешт Файф Первой карты Внутри серии Кулю попыткам Вместе с фливом Как-то разбайтить Форстера Но Не дается Так просто И забирает Одного Есть инфа Про второго Правда Вот Размен прилетел И в него Тем не менее Атака Снова 4 в 2 Против пистолет Да Евгения Лебедева Снова За солком Но и здесь Готовится выход На аплент И вот Опасный Товарищ Калор Который Стоит прямо Сейчас На пристройке Может Чешки Здесь И развалить Кого-то Но В этом На самом деле Уже Нет Никого смысла На Вора Приходит С 9 Еще Его Закрывает 11 10 И снова Один девайс Потерян Всего Кстати Суммарно За 3 раунда Форзы Потеряли Четверых Игроков Это Очень хорошая Статистика В плане Накопления Денежных Средств И Форзы Действительно Пауза Для Форзов Понимаешь Дело в том Что Похоже Как-то У Венгра Совсем Не заладила Защита С последними Раундами Если уж Так точно Смотреться Разбираться Непонятно Вообще С чем это Связано Возможно Мы Плюс-минус Это И видели В их Исполнении Против Поляков Но Стоит напомнить Что Поляки Потом-то На собственном Пике Немножко Подрасслабились То Вот Если Говорить Про Форз И Инферно Ну Когда-то Давным-давно Это была Одна из Часто Выбираемых Хард-команды Форз И далеко Не часто Она приносила Победу Но Может быть В новом составе Что-то Новенькое Нам Преподнесу Ну что Полетели 4 Мак-47 Снайперская Винтовка У Команда Форз И здесь АВП Появляется Для Торзи Мейнавик Команда Будапешт 5 От него Во многом Будет Исходить Активность В раунде Под номером 22 Но пока Здесь Джерри На позиции Скрипа В дымы Попытается Нашить кого-то Ответный Спрей Получает Но пока По урону Проседает Очень сильно Калор И он погибает Джерри Все-таки Его нашел В дымы И преимущество На одного Игрока И Вора Самое что интересно Слышит игрока На мейне Прямо сейчас Но есть Подсейв В виде Торзи Который играет На улице Флиф Минус по Форестеру И здесь Вора Тоже может погибать Флиф Даблкил Кстати Находит Уже Джерри Тоже погибает И с мейна Приходит И не попадает Вору Как так И он в итоге Погибает От Торзи Да Вот это уже 4 в 2 Только для защиты И опять же Укси С флитом Если удастся Найти по фрагу Без Каких-либо Потерь То будет хорошо Но Размену Сейчас Для них Это уже Будет Полнейшей Бедой И к тому же Решение Выхода В рампу Тоже Накидывает Свообразный Риск И вот он Выход Легкий Как он Убил Здесь Все Калькулеет Понимаешь Человек Был уверен Что голова Таки залетит Ну и все Пожимаем Один фраг Еще находит Благо Бомба на руках Но здесь Второго Он не ожидал Уже на позиции Скрип И кори Точку Ставят в этом Раунде 11-11 Временная Ничья На деньги Есть Как и говорил С раннего Форзов Поэтому Закупка Будет полная Ну и теперь Прекрасно Понимают Игроки Форза Где стоит Авик Ну в принципе То что АВП играет Регулярно За кредиткой Это вообще Ни для кого Ни новость Это одна Из основных Позиций Снайпера Команды Бутапешт 5 Да и любой Другой команды Ты играешь Либо глубоко Улица Либо чуть ближе К кредитке И гаражу Ну и здесь Джерри Вот начали Ты с плюса Для себя Жаль К сожалению Не смогли Реализовать Этот плюс Дальше А вот Все Пауэр Погибает Флиф Супер Агрессивно Начал этот Раунд Здесь уже У вора Огромные Проблемы По хп Две Гранаты Залетает Но Дэмэдж Зайвейжен Но Дальше Еще одна Граната В ответ Продолжи под Флиф И флиф Теряет 37 Хп Ну и что Заход Через Уцайд Пока Приятно Начинаться С врага От Форестера С другой С другой Стороны На минуте 18 Возвращение К лобби И вроде Как Все начнется С началом Что касательно Расстановки Защиты Видим Кори Над будкой Калор Вроде Как В упоре Двери Закидка Улицы Уверены Что хотят На минуте Выходить Иначе Резавод Сайт Да Но здесь Воры Главное На этом Молике Не прогореть Будет Попытка Сплита На Секрет И здесь Еще один Джерри Откидывает Но в упоре Есть у него Противник 4 на 4 Вот опять же 45 секунд Времени Остается И куда направиться По итогу Команда Форестер Ну все На хате Спалили Кори И флит Попытается На широком Переиграть И у него Это отлично Получается 4 в 3 Размен будет От колора Отлично Принимает Выход со скрипа Флит Второй минус В этом раунде Он уже находит Светка Помогает Торрис ВП И остается Последний Воро 30 секунд И бомба Не на руках А вот это Уже прям Супер печально Два игрока Остаются в живых У команды Будапешт Один за дефолт Он другой В районе рампы Забрать бомбу И на Б Просто взять бомбу И на Б Ну как вариант Но опять же Времени очень мало 15 секунд Воро Надо что-то думать Нет Бомбу на Б Поставить он успеет Успеет ли упасть В общем вопрос Не успел Вот в этом-то и проблема А так 12-11 Неплохая работа От Будапешт Хотя опять же В какой-то момент 4 в 3 Показало Что форзы Должны были Переворачивать Свою сторону Но не вышло И снова Венгры выходят Вперед Хотя казалось бы Первый отрезок Второй половины Был целиком И полностью Под диктовку форзов Сейчас же все-таки Нашли какой-то ключик К успеху Эти венгры И начинают набирать Свои раунды Уже в защите И денег уже Не остается У форзов Закупка Есть сейчас На следующий раунд Будет проблема В случае поражения В свою же очередь Денег и у защиты Не так много То есть мы сам Видим большое количество Долларов У кули 1800 А остальных 1100 1850 100 и так далее В теории Раунд за два Может быть для форзов Если выиграет этот Но пока об этом Говорить супер Рано И неправильно Было бы Аук 3 Мки И АВП Для торзи По гранатам Кстати не так много Всего есть у Будапешт 5 Но им и не надо Делать раскидки Им наоборот Больше как-то Эти гранаты Нужны на ретейк Какой-то Либо же на заход Своего оппонента Поджидать Так ну и выход В рампу Контакт от XM Падает торзи Моментально Вопрос уже Как минимум Один снят Можно делать Неплохой сплит По B Но акулио В тупом углу Тяжко от защиты Очень долго Аплент Очень долго Почему не чекается Тупой до самого конца Делать два кила Размен есть От кулио Джерри Делать свой фраг Соответственно Но 3 на 3 Теперь А ведь Заходили Это совсем Иным образом Заходили 5-4 Да Немного поздно Разменяли кулеву Но Тут Ой-ой-ой Как вороне Закрыл флива Вот это уже Огромный вопрос Бомба стоит Но ретейк 3-2 Но здесь На Богдана Огромная Ответственность ложится Он остается Против двух игроков Есть понимание Оу-оу Богдан И еще одного Можно Но не попадает Фликом Мало хп Остается Граната прилетает 14 хп И там с нижней С нижней Летит, летит его оппонент Но Богдан не ведется Нет, Богдан понимает Что за ним просто идет Валим, валим, валим На гелике Да ладно Как? Не попадает к себе Да он не успел Все, там без вариантов Ну типа Лоу Оп Та-та-та-та Та-та-та-та Это Это Кар slip Как же он круто понял В определенный момент, что надо откидывать молотов Ну, с другой стороны, ты понимал Что, вероятно, там смок будет у игрока защиты Но это действительно было Единственное правильное решение Этими промахами он, понимаешь, там Нормально все было Все хорошо Ух ты, ну вот о чем мы говорили Денег у команды Бадапешт 5 Очень мало 400 у Кулевого, 3500 Торзи Ну, наверное, пару пистолетов себе позволит Скоро я уже закупил себе первый армор 5-7 Кулево тоже, я думаю, да, уже прикупил себе Дигл Ну и, конечно, важно иметь АВП на следующий раунд Да, ну а вы, друзья Не забывайте, что коэффициенты на вторую карту При матче, 1-35 Форс, 3-0-5 на Бадапешт 5 Это вторая карта, это будет Дэнмера Дэнферно, пик форзов После нюкам, сразу же так же кликайте по баннеру По трансляции, получайте приятный бонус Накануешься, шикарнейший лайфли Немножным событием, разнообразием коэффициентов Все это париматч, играйте с лучшими А пока 12-12 И по деньгам, конечно, венграм А где гроши? Нет гроши? Так, ну что, здесь полетела раскидка смаков на улицу от форзов И пока первый контакт на улице В исполнении торзи Ну, пытается в дыме кого-то нашить, пробегающего безуспешно Но будет неприятно, если вору попадет под раздачу прямо сейчас Там где-то около соперников летают эти пули Но пока эти пули адресата не настигли Флифф упор и скоре Ну и здесь как раз-таки вор должен прочекать правый угол И не прочекал И в итоге флифф находит два минуса Ну как так, пацаны? Ну это же нелегально, ну нечестно это Два в четыре остаются Игроки команды Форзе Флифф погибает, Джерри последний Один в четыре, уже один в три Ну не, ну это несерьезно, парни Кулио погибает, один в два для Джерри И там уже имеется АК-47 для Каллора Ну выход в Сикрит, как правило, такими историями заканчивается Неприятный расклад, два в один По хп, правда, торзи еле живой Да и Каллор тоже битый, но Тем не менее, пачка установлена Джерри клатч один в два Забирает одного Второго, кстати, мог не дочекать Ну а плюс-минус и проигрывает эко-пистолетом Это больно Это реально больно Тринадцатый для команды Будапешт 5 Но Форзе все еще должны быть Ну хоть какой-то были экономикой Но я уже не вижу столько уверенности в себе Да, нет денег Две, 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 двести Это ужас Выход на четырнадцатый по фактам, скорее всего, будет для команды Будапешт 5 И только в следующем раунде Форзе будут обзаводиться закупом Вот блин, вот сколько раз Сколько раз, да, вот многие Даже тир-один команды ошибались на этих Мисс-чеках Нижнего Секрета Что правую сторону просто не чекали И вот, пожалуйста Два минуса с дегластой позиции Размен еще один Потом дальше с диагонали И два в четыре Но Джерри справедливость ради красавчика Определенно плюс респект За попытку практически забрал этот раунд для Форзов Но все-таки Один в четыре было тяжело Троих убил На четвертого маны не хватило Да их хп было мало Ворон в итоге в упоре пытается растушить аплэнд Байтит очень крепко корей, который неоднократно может сыграть в упоре Да и по-любому смотрели Форзы, в общем-то, да Катку против Эллиминар На некий так точно Там было много чего можно было подчеркнуть Да, ну вот пока На сапкоре разминатвору Ну хорошо, а так пока держится Да, ну Форсетский такой волевой на самом деле От команды Форзы И здесь еще и у Вора Огромные проблемы по хп Там уже и с мейна приходит авик В исполнении Торзи И то Флит его просто простреливает И в итоге ситуация уравнялась на 3 в 3 И да ладно, Флит еще одного игрока закрывает Это Флиф И вот теперь 3 в 2 А было 4 в 3 В пользу команды Будапешт-5 Но Вора еще и мутится в спины Если пройдет на 9, так это вообще будет шикарный подарок Кауэр пока просматривает выход под секрет Ну и здесь Флиту надо на самом деле просто ждать Пока Вора придет через улицу И даст этот фраг по Кулеву Хотя Вора может на самом деле и не убить Потому что Кулеву на самом деле Относительно Вора находится так далековато И если ты первыми тремя патронами не попадаешь То как бы ну до свидания И тем более Кулеву эту позицию просматривает А Кулеву-то остался с 18 хп Да, и там видишь минус от Флита Вернуться куда можно было бы вполне А Вау идет на В Окей Каллор конечно к такому совсем был не готов особо Ну, стежка есть Понимание есть Стежка-стянка Ну и в итоге Евгений Лебедев ставит точку в этом раунде Ну, Флит 4 минуса Флит опять вытаскивает Просто Соляндра 26-17 Минус 4 Хорош, хорош, Женя А теперь Денежные проблемы у Будапешта Да, вот смотри Как один раунд все-таки влияет На дальнейшие перспективы Теперь Фарзы, скорее всего, закроют 14 И там уже будут иметь перевес по раундам И практически можно будет заканчивать карту Денюк Но пока все супер плотно 27-й раунд И ТБшка давно им давно пробита Ну, кстати, у Каллора есть мпх Но, правда, флип погибает уже на старте этого раунда Действительно так Есть минус от Флита по Каллору К тому же, ну, это прям совсем беда У него рун Через лсайд крадется Но если Будапешта Проигрывают Это Трамп 24 Но бай будет в следующем Так что все должно быть под контролем Но с другой стороны Форс в сухую Флолис Викторе без потерь Экономика хоть какую-то наращивает Так, ну что же Каллор может дропнуть АВП Своему Майнавику Торзим По идее, так все и должно быть Но тактическая пауза Кстати, первая только от Венгров В рамках этой карты И Форзам нужно 2 раунда До победы Будапештам 3 Данная снайперская винтовка Отправляется в руки Торзим В ответ получает М-ку Ну и также АВП для Кси Пауэра 24-15 Кси идет Сколько? 28-17 Флит Вот у Форестера игра, к сожалению Пока не идет вообще 12-19 19-20 Ворох Опять же, мы с тобой знаем Какую роль он сейчас отыгрывает Поэтому Ну сложно сказать Чтобы прям совсем Удавалось То есть 2 новичка в команде Да Там провор очень часто пишут в комментариях Часто играет Не дефолтно для него позиции Мы с тобой не знаем Именно вот конкретно Да, что комфортно было бы Форестеру конкретно в этом составе Но пока Так, ну и здесь отрабатывает снайперская винтовка По скале Флит погибает А вот потеря Флита На самом деле Очень сильно может негативно сказаться На команде Форза Прямо сейчас Флиф получает порцию Серьезного урона Но в это время же Остается живым 5-4 По-прежнему паритет Не восстановлен Форзами Но будем смотреть дальше Здесь уже Вора промутился под улицу Если его поймает Удачный тайминг Может игрока на 9 закрыть Но повезло здесь Что Кулеву на самом деле До Талова не стал По нему стрелять Иначе бы эта ситуация Уже бы стала 3 в 5 В пользу венгров Хотел сказать болгар Ну и в итоге Джерри Дропается довольно Тихо в вентиля И вот этот момент Может повлиять На дальнейшую Ситуацию в раунде Вора Минус по Фливу Выждал за кредит Копонент Вора Минус по Кулеву Размен только сейчас От Торзи И это 3 в 3 Для атаки Это зеленый Сигнал светофора На заходы На какую-либо точку Но здесь Джерри Джерри ждет Пока стяжку своих тиммейтов А Торзи контролит Выход на радио Ждем Ждем опять же Открытие На рамке От того же самого Да Игрока защиты Но Торзи вернулся Освоясь И холд Глубокий холд То есть это уже 20 секунд Может быть хватит Или рано 15 секунд Ребята В плент надо заходить Форс Рано Рано Все времени 10 секунд А Джерри Там дерется Дерется Как лев львиной Но Нет Погибает И Бомбкерри Погибает И Кси Пауэр И вот он 14 раунд Но Ворос Сделал на самом деле Этот раунд Возможным для своей команды Дав 2 минус На мейне Но Не позволили Дальше Раскрепоститься В этом раунде Будапешта Своему сопернику Ну давайте смотреть Что по деньгам Флит 5400 3900 Ну бай будет Бай будет Конечно же И это последняя Четвертая Тактическая пауза Для форзов Ну по сути Кто выигрывает Сейчас раунд У той команды Будет 1 маппоинт Но на самом деле Все пока идет К логичным Овертаймам К логическим К логическим Логичным Овертаймам Ну дело такое Опять же Допы не допы У меня больше Вопросов будет Карте мираж Мне в принципе Все равно Кто победит На нюке На мираже Будет интересно Посмотреть Что форс В новом составе Могут подложить А там разберемся Что раз дропы Дополнительные есть В общем-то Еще 14-14 Форзы В случае проигрыша Без экономики Тоже самое Кстати Защита Раунд за два Ну по сути Раунд на победу За тех И для других А что будет На самом деле Мы сейчас с вами Не узнаем Так Ну я торт за первый Минус Снайперская дуэль Богданом проиграна Есть еще один Огрок за красным И снайперской Ток выбирает вор Но погибает Следом за своим Тиммейтом 5 в 3 Будапешты Стремительно идут К 15-му раунду И одному Маппоинту Но все еще Могут изменить Три игрока в живых Это Форестер Флит и Джерри Ну посмотрим Понятное дело Что на Евгении Лебедева Делается основная Ставка Форзов В этом раунде Флит такие моменты Очень часто Забирает Но давайте смотреть Может быть Что-то получится Три опорника На А Один на хате Второй за вентилями И Флиф закрывает Джерри Вот это уже обидно Форестер минус Минус Флит Все минус В ноль И от фармилки Сбавляется Будапештов В полном фарше Они находятся На 30-м раунде А вот у команды Форз огромные проблемы Небольшой тильтасьон После такого раунда Может настигнуть команду В чем вы знаете Сидишь думаешь Ну да Проиграли пик соперника Но Мираж Это далеко не самая Лучшая карта Для собственного выбора Да Пускай некоторые команды Могут быть уверены В своем Мираже Но раз на раз Не приходится Ладно Это все дело Такое Калаш для Форестера Тек-9 и 3D Гла С малым количеством Гранату Команда Форс Против фулл-двайсного Защиты Будапешт Флайв Возможно это конец Ну есть калаш От него можно поработать Причем калаш У Форестера Интересное решение Ладно 3D Гла И Тек-9 И что придумают Форз Мираж В черном Прошу прощения Я просто не знаю Почему у меня Мираж в голове До сих пор Это все Сори Мираж будет третий Да Но я говорю Вторая карта Будет мираж Опять все Инферно с миражом Ну что Здесь готовится Выход под флива Ну и флив Отходит чуть глубже В свою бронительную позицию Откидывает Кстати очень тайминговую флешку Ну и готовится Откидывать молот Понимая Что улицу Скорее всего Прошли игроки Форзы Там вот эти смоки Которые лежали При проходе на секрет Это был прям прямой сигнал К тому что Скорее всего Форзы будут проходить Именно эту позицию Ну и флив Принимает решение Все таки уйти Вообще глубоко В плент Да и он Все это дело слышит Ну что Форзы Выход на На раунд Возможно и на карту Если забирают То это серия овертайм Но погибает первый Минус Джерри С даблдорс Должны выходить Три игрока Один выйдет с аквариумов И минус три Кули у четвертого Закрывает ГГ 16-14 Будапешт Файв все таки Закрывает свой пик Далеко не просто Эта карта им далась И казалось бы Форзы уже должны были Выходить на более Примущественной позиции Для себя Но Там было много Спортных моментов Но опять же Да Форзам лично Чего-то не хватает И возможно Претенки нового состава Это один из ключевых факторов Совершенно верно Но ничего страшного Есть Инферно Супер сигнатурная карта Команды Форза Но посмотрим Насколько будет реализация Хромать Или хромать не будет Потому что Да мы с вами понимаем Два новых игрока Но все таки Инферно Немного проще Карта С точки зрения Да структуры Понимание Поэтому новичкам В виде Форестера И Вора Должно быть Немного проще Чем на Нюке Будет это так или нет Мы узнаем уже Я думаю В течение минут 40-50 Но а пока Небольшая пауза Минут 12 Есть время У вас обновить Чай, кофе И возвращаться к нам Не скучайте Скоро вернемся Субтитры сделал DimaTorzok